Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 августа и я снова вернулась к описанию сорта сибирский изобильный. Так как он у меня выращивается первый год, можно сказать на испытании, поэтому я его испытываю на все 100%, ну как и остальных, впрочем, почти всех. Поэтому я его высадила нынче и в теплице, и в открытом грунте, который я высаживала в теплице. Кто видел, помнит, может быть, я ему предоставляла более такие комфортные условия, то есть я его распекировала один раз, потом еще раз в крупную тару, вот эту в 5-литровую баклушку. И это позволило ему раньше других сформировать куст, раньше дать урожай. Давно-давно я уже там урожай и первый, и второй, и третий сняла, там остались только одни высокие, вот эти самые-самые высокие кисти. И вы помните, что я вам показывала и говорила, что какие-то плоды, то ли это не этот сорт, какие-то недоразвитые, как маленькие перчиночки, а на рисунке в описании он, видите, какой должен быть. Но мне одна женщина сказала, что это он и есть. Ну вот, что самое интересное, парадокс, он заявлен для теплиц и для пленочных укрытий, но который вырастила, я в открытом грунте высадила, он показал себя намного лучше, и он намного больше похож вот на этот, на картиночный. Вот видите, как один в один, но только этот немножко еще не дозрел мой. Я сейчас вот эту пачку прочитаю, уберу, я вам покажу, как нижний дозрел и какой. И здесь он получился такой, сильно облеплен плодами, у него столько много вот этих кистей. Вот это вот у меня один тут куст, и вот он, как видите, снизу донизу, это не два томата в одной лунке, а это именно один томат. И у него, смотрите, какие плоды, у него плоды такие прям гроздьями, кистями висят. И вот он действительно похож, хочется сказать, что он изобильный. И он идет выше и выше еще. И вот парадокс природы, сорт, который сделан, предназначен для теплиц, в теплице показал себя немного хуже, чем в открытом грунте, потому что там все-таки было нынче жарковато, но очень жарко. И все плоды у нас измельчали, а в открытом грунте ему, наверное, свободнее. Сейчас я вам прочитаю, для тех, кто не слышал первые видео, ну, обзоры в теплице, что это новинка, сибирский изобильный, крупноплодный. Ранний, очень урожайный сорт сибирских селекционеров для теплиц, пленочных укрытий. При высоте растения до 1,7 метров он такой и вырос, 1,7-1,8 метра. Но кусте формируется до 7 кистей с 80 удлинен навальными плодами. Остальные цветки рекомендуется прищипывать, я не прищипывала. Густо красно-малинового цвета, плоды массой до 200 грамм, томаты вкусные, плотные, 5 килограмм с растения. Сейчас скажу вам еще одну особенность, что написано 7 кистей. Я на своем, на этом растении насчитала, уже 9 сформировалась, но она, конечно, размер не такой, как эти. И что самое интересное, плоды сформировались вообще все разные. Вот этот, смотрите, первый какой, вот такой. Следующая кисть, один похожий, с сортовыми признаками, а другие немножко, как, вероятно, вот в этот момент как раз была сильная жара, вот эти две кисти, и они не до сформировались. Видите, они даже не похожи на остальных. Получается, что один сформирован хороший, а эти нет. А дальше, когда было, наверное, немножко прохладно, начали формироваться вообще огромные такие хорошие кисти, видите, и все соответствуют описанию. Ну и вот те, которые зеленые, я вот вам показывала, они тоже все похожи, все соответствуют этому сорту. Так вот, сибирский изобильный, я для чего все это снимаю? Сибирский изобильный, про которого везде написано, что он предназначен для теплиц, оказывается, можно прекрасно выращивать в открытом грунте, и он вызреет. Вот у нас в сибирском регионе, я живу в Алтайском крае, у меня он прекрасно вызрел, дал хороший результат, девятую кисть там формирует. Так что вот, если написано в теплице, это еще ничего не значит. Я не раз повторяла, еще раз хочу сказать, пока не испытаете все на себе, никогда не верьте ни одной информации. Иногда бывает все до наоборот, до интересного. Вот в теплице не удался, а здесь прям получились такие плоды, как надо. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, разговаривала о парадоксах природы, о сорте сибирский изобильный, что он в открытом грунте, сорт предназначенный для теплиц, дал намного лучший результат, чем в теплице. Все.